Отбой, что-то не хотел подраться, но хорошо, что отказался. Нил Мегни согласился. Сам хотел, что говорил, что любым готов подраться. Вот как раз мы тоже вот этот момент учитывали и тоже вызов кинули ему. И вот Нил согласился. Лучший вариант, чем китайцы. Не удивило тебя то, что Ли отказался? Не знаю, но не хотел драться, что может не смогли заставлять его. Лучший вариант был. Нил Мегни, конечно. Как раз 10-й номер, а сейчас он чуть упал. До этого 9-й был. После обновления рейтингов 10-й, вот на письме пойдет 10-й номер. Сразу, если этот бой выиграл, начало 5 срочки, 15-го сразу 10-й будет. Это хороший. Начал уже изучать соперника? В принципе особо нет. Мы примерно знаем, как он берется. Что самое сильное у Нила? Это опыт? Опытный боист, он особо не устает. Такой корявый, постоянно вперед идет. Для тебя такие соперники удобные? Можно вообще так сказать? В бою будет видно. Сейчас кто-то говорит рано, мне кажется. Мы начали разбирать соперника, как я тебе уже сказал раньше. Если захочешь узнать о Ниле чуть больше, то заходи на Спортшернингер. В феврале мы делали интервью с Аятом. Он говорил, что ты просил его сделать бой до Рамадана. Скажи, пожалуйста, если не секрет, держишь пост? Да, сейчас пост держим. Уже скоро закончится, все хорошо будет. Как тяжело совмещать с тренировками? Один раз в день занимаемся, перед того, за шаром, и все. Ну, скажи, чем круто зал? Атмосфера там крутая, тренера крутые. Ну, как Хенри Хуф, главный тренер, он хороший человек, хорошо относится к всем. Такой не нациц, грубо говоря. Тоже, я когда-то бил, ему эта девятушка понравилась, ты хорошо бьешь, за это он ставил постоянно. Он основной, какие у тебя техники лучше, он эту технику оттачивает и лапу под этой техникой держит. Ну, конечно, Хенри Хуф тоже хороший тренер, помогает постоянно. Вертушку именно Баян Джангалф меня ставил. В принципе, люди-то особо, может, некоторые не знают. А, теперь точно узнаем. Помимо Генри, твоей вертушкой восхищается и Рафаэль Физиев. Он говорил о том, что ты даже его подучил этому приему. Ну, у него лучше, чем у меня получился. Он сказал наоборот. У него лучше получился, мне кажется. Моё мнение так. Но ты помогал им. Ну, не знаю, он до этого не бил, когда мы ехали. Первый раз, когда бил, после этого смотрю, уже вертушку бил. Молодец, но у него получился первый раз. Это хороший тайминг, в принципе. Отлично. Отлично. Генри Хуф, про него немного. Мы знаем его по ученикам. Какой он в зале, какой в жизни? В жизни он радостный, общительный. Такой веселый человек, в принципе. В английском. После победы над Харрисом ты бросал вызов Мишелю Переер. Он такой фокусник в октагоне. В Казахстане, в СНГ нет таких бойцов. Откуда такой интерес вообще к Мишелю Переер? Мишел Переер, он, честно говоря, очень интересный поезд. Мы могли бы хороший шов показать. Я тоже женщина держусь, в принципе, там не скучно. Кого-то и валил, я одеял и не лежу. Он тоже такой же постоянно прыгает, салты делит. Для популярности было бы хорошее. Я же сейчас, если я, допустим, Масвидал, там нигде вызов кину, они все равно не принимут. Мишел должен принимать, потому что он почти одного уровня. Ему уже бой дали, в принципе, за это мы не смогли. Потом, может, через один бой может встретиться, и все. Если он выиграет, если я выиграл, потом мы могли бы встретиться. Хороший бой будет. Я не сомневаюсь. Не думаю, что... На официальном сайте UFC написано, что твоя база самбо. Только самбо? Нет, я вообще начинал ударные техники, в принципе, боевые. Вообще, как бы, вообще, первый изначально мой спорт, можно сказать, в Узбекистане занимался. У Курес был там. Узбекист, Курес. Потом тайский бокс занимался. Вот как в Караганду приехал, в Казахстан начал заниматься боксом, и начал заниматься самбо, боевой самбо. Оттуда начал выступать. Панкрецион, грейплинг, ММА. Все, начался оттуда. Мы в Инстаграме заметили, что ты подписан на Международную федерацию борьбы. Любишь этот вид спорта? Да, вообще потом начал... Изначально мне вообще вольная борьба не нравилась. Думал, такой спорт. Не знаю, что-то как-то... У нас не популярный был, где я там жил. Как приехал, так начал выступать. Ну, смотрю, это вольники там один из самых сильных спортсменов, можно сказать. В ММА вольная борьба – это хорошее идет. Если ты умеешь бороться, ты чувствуешь баланс, чувствуешь, контролируешь соперника, и так можешь выиграть просто соперник, держа его внизу, получается. И потом начал в вольнии тоже больше работать. Сейчас очень много работаем над этим. Мы внимательно изучали твой Инстаграм, на кого ты подписан. Очень мало у тебя подписок. Хотя ты сам бы сказал, что люди просят подписаться. Да, да, бывает, да. Никто у тебя не спрашивал, по-моему, этот вопрос, есть ли у тебя хобби, может быть, помимо тренировок, единоборств и так далее. Хобби, не знаю. Таких-то... Трудно пока особо таких хоббов нет. В основном детьми занимаюсь. Как с детьми? Играй с ними в основном. Дома бывает. В свободное время там с друзьями кушаем, чай пьем, ходим. Вот так. Я бы сильно удивился, если ты сейчас сказал, что хобби мое – футбол. Да, футбол тоже нравится, но давно не играл. Сейчас буду, если играть, но смешно будет. За это... Команда тоже, вот, пацаны не играли, звали, за это не играл. Сейчас вот что-то после боя, наверное, поиграть. Но у нас, смотри, можно собрать практически неплохую команду, если играть мини-футбол, там, Мороз. Ну, Мороз хорошо играет. Мороз знаете, как я играю. Бил по ногам, признавайся сразу. Я не знаю, давно не играл. Может быть, со стороны группы смотрится, ну, не знаю. Я нормально играю вроде бы. Иногда, как эмоциях бывает, надо толкать. Завершаю еще два вопроса.